Ежегодно общественная организация ветеранов боевых действий и вооруженных сил организует автомотопробег по различным городам России. В этом году уже провели два мероприятия в Рязани и в Туле. На днях участники очередного автопробега стартовали в Крым. Чему посвящено мероприятие, какие города посетят ветераны, узнаете из нашего сюжета. Время выбрало нас. Так называется автомотопробег, посвященный 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 70-летию освобождения республики Крым от фашистских захватчиков. Во-первых, мы воссоединились с Крымом, потом открыли, я уже говорил, Крымскую аллею. И сейчас это военно-патриотическое, это воссоединительное, это возрождение народных традиций и всё, что связано с нормальным человеческим общением. Представители организации ветеранов боевых действий и вооружённых сил каждое мероприятие реализуют с большим энтузиазмом. На этот раз в числе важных задач – патриотическое воспитание молодёжи, объединение и укрепление войскового сотрудничества патриотических организаций и единомышленников. Мы хотим посмотреть какое-то место, организовать Центр патриотического воспитания. То есть проводить там слёты, детские какие-то там, зарницы, ещё что-то. 9 июля с Крымской аллеи Национального конного парка «Русь» стартовала колонна из восьми автомобилей и двинулась в сторону Крыма. Около 50 человек участников в течение недели проедут по маршруту Керчь-Симферополь-Севастополь. Ожидаем, что нас также встретят хорошо, я даже уверен в этом. Как правило, это всё, чтобы молодёжь видела, будем говорить, как наше боевое братство. Тут мы объединили, много организаций. Во время автопробега ветераны планируют провести мемориальные мероприятия у памятника Великой Отечественной войне и воинам-интернационалистам, а также концерты в каждом городе, ведь в числе участников пробега – музыкальные группы. Ждём, конечно же, получения хорошего удовольствия для публики от наших концертов. Едет творческое объединение военных авторов, исполнительный музыкальный десант, ветераны группы «Каскад», и к нам присоединится в Крыму группа «Память». Они тоже встретятся, конечно, и на творческой стезе может быть что-то родится новое. Музыканты порадуют крымчан песнями на различную тематику. Мы поём разные песни. Не только же мы должны петь, как свистят пули, летят гранаты и так далее. Есть же ещё всё-таки дом родной, есть любовь, есть какие-то отношения между людьми, которые не затрагивают военную тематику. Для каждого из участников этот автопробег – нечто особенное. Его история – это череда воспоминаний о тех местах, которые они посетят, о тех людях, с которыми встретятся, о чувствах и эмоциях, которыми наполнятся их души. Лариса Вольнова и я, Дамия Елены Кошелева, Видное ТВ.